Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Доме правительства прошло совещание под председательством главы Республики Рашида Тимрезова по вопросам реализации нацпроектов в Карачао-Черкесии. Собравшиеся говорили об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие 2022 года. Республика принимает участие в 45 федеральных проектах, 12 приоритетных нацпроектов. В год столетия идет строительство, ремонт и реконструкция 125 различных объектов. Примерно столько же мероприятий с участием различных категорий граждан, которые охватывают образовательную, социальную, культурную и другие сферы. Еще один важный момент – новые объекты – это сотни новых рабочих мест. Рашид Тимрезов также отметил, что на фоне санкций зарубежных государств задача властей задействовать все механизмы поддержки экономики предпринимательства, организации промышленности и сельского хозяйства. Есть федеральный и региональный план действий. Регион движется в его формате. Уже сейчас ситуация заметно стабилизировалась. Столица Карачева-Черкесии на пару дней стала центром кулинарного искусства нашей страны. В Черкесск на фестиваль аутентичной кухни народов Кавказа «Кунак-2022» приехали делегации из многих регионов России. Свои таланты жителям и гостям Черкеска, а также членам жюри продемонстрировали лучшие повара. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Начинка внутри, а сверху это тесто. Сколько времени готовить? Один пирог. Где-то 5-6 минут. Приготовление блюд народов Кавказа по рецептам, передающимся из поколения в поколение. На два дня Черкесск стал столицей кулинарного искусства нашей страны. Два масштабных проекта в одном городе. Такого здесь не было, пожалуй, очень давно. В преддверии столетия Карачао-Черкесии парк «Зелёный остров» стал площадкой как для фестиваля «Новеки с Россией», так и для оригинальной выставки кулинарных достижений кавказских народов «Кунак-2022». Туризм ассоциируется не только с путешествиями, эмоциями, но в том числе и гастрономией. Есть отдельное направление в туризме – гастрономический туризм. Вот мы данное мероприятие проводим со всеми регионами Северного Кавказа, для того, чтобы наши жители и гости региона, туристы могли ознакомиться с аутентичной кухней народов Северного Кавказа. Попробовать, продегустировать, увидеть, какая она. Все регионы Юга России направили в Черкесск лучших поваров, которые продемонстрировали многочисленным посетителям парка и членам жюри свои кулинарные шедевры. Армянский плов, адыгская липжа, чеченские лепёшки, балкарские хычины – блюда народов Карачао-Черкесии. Гости фестиваля имели возможность оценить процесс приготовления и узнать у профессионалов рецепты того, что пришлось по душе. Нужна обязательно молодая барашка, девочка, ярочка. И маринад самый простой – соль, перец, всё, больше ничего нет. Чтобы вкус был именно барашки. Самое главное, чтобы она была молодая. То есть она выпаривается, потом… Да, он потихонечку-потихонечку томится, как бы, прям вот собственным жиром. Сегодня мы представляем нашу кухню лепёшки с творогом, чайполк, что называется, и с тыквой. Это сладкие лепёшки, как десерт идёт, хинглш называется. Потом у нас будут галушки наши национальные с мясом сушёным, с чесночным соусом. Называется очаров плав. Грибы, бэби-шампиньоны отвариваются, а потом в этом бульоне у нас будет вариться чуть сама крупа. Сейчас чуть вода выпарится. Потом грибы из лука мы обжариваем на топлёном масле, закидываем туда крупу, всё это перемешиваем, посыпаем зеленью, получается плов армянский. Очень хочется попробовать кухню разных народов, послушать песни и насладиться вообще атмосферой всей, которой здесь разные народы, разные люди, разные культуры, интересы. Вот все такие счастливые, довольные, погода благоприятствует, город замечательный. Пока пришедшие в парк люди настраивались на дегустацию блюд, организаторы мероприятия представили почётных гостей фестиваля, среди которых оказалось немало именитых в мире кулинарного искусства специалистов. Всем им предстояло заложить для потомков капсулу с рецептами подлинной кухни народов Кавказа. Торжественная церемония подписания документа состоялась рядом с талисманом Чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году. Ну а далее началось знакомство посетителей фестиваля с творениями поваров. По очередям можно было понять об интересе людей к кулинарным традициям разных народов. У моего отца есть одноклассник, и он представляет республику Адыгея, там готовят сыры, копчёное мясо, и мы приехали его подержать. Нам очень понравилось, тут всё очень вкусно, красиво, мы ещё обязательно сюда приедем. В этот же день в честь столетия Карачаев-Черкесии были приготовлены по 100 литров окрошки, ногайского чая, супа из фасоли с рисом и хлебными палочками, а также по 100 килограммов очар-плав, либжи, хачинов и бешлаг-бешерген. Второй день фестиваля прошёл уже скорее для самих экспертов поварского дела. Участники больших огненных игр продемонстрировали членам жюри мастерство приготовления различных видов блюд. В итоге победителями конкурса «Кунак-2022» стали представители Перми. Вместе с титулом гости с Урала получили и кубок главы республики. Артур Махцель-Бастанов, Вести, Карачаев-Черкесия. Яркий культурный и музыкальный колорит жителей Юга России, нашей многонациональной большой страны, был представлен в парке культуры и отдыха «Зелёный остров», республиканская столица на всероссийском фестивале фольклора «На веки с Россией». Алла Динаева подробнее. Дружно и вместе, как и по жизни, так и здесь, по соседству, в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» расположились национальные подворья со всех районов Карачаева-Черкесии, а также гости из соседних регионов. Вот в красивых национальных костюмах делегация из Чеченской республики. Перед выступлением артисты проводят распевку. Приехали из Чеченской республики, встретили нас очень радушно, за которое огромное спасибо. И мы, я думаю, достойно выступим на всероссийском фестивале «На веки с Россией», где участвуют все со всей нашей огромной благотатной Российской Федерации. А весь парк культуры и отдыха «Зелёный остров» был наполнен звучанием прекрасных песен на разных языках талантливых артистов со всего юга России. Мы крепки нашими корнями исторической памяти и многообразием уникальной художественной культуры. Пусть ваше творчество согревает и сближает сердца и души людей, пробуждает в них светлые чувства добра и взаимного уважения, говорилось в приветственном адресе главы Карачаева-Черкесии, который зачитал участникам фестиваля вице-премьер Дмитрий Бугаев. «Взаимного уважения, любви и гордости за свою землю, творческую самобытность братских народов. Уверен, что этот фестиваль получит широкое признание и поддержку общественности». Республики Адыгея, Ингушетия, Кабарзинобалкария, Осетия, Дагестан, Чечня, Ставропольский край, Астраханская область. Гостей и участников фестиваля было много. «Когда народы веселятся, это самое лучшее. Значит, это хорошо в республике. 100 лет нашей республике, и мы рады тому, что ведут такие мероприятия». «Мы со Ставропольского края. Эмоции просто зашкаливают. Нам очень все нравится, все круто, довольно классно. Молодцы!» «Очень интересный фестиваль, тем более такой праздник, столетие Карачаева-Черкесской республики. Мы от души поздравляем». Всероссийский фестиваль фольклора «Навеки с Россией». Проходил в рамках векового юбилея со дня образования Карачаева-Черкесии. 100 лет для истории – это миг. Но этот миг наполнен дружбой. Алладинаева, Ислам Урумов и Вести Карачаева-Черкесии. Завершился фестиваль «Навеки с Россией» галоконцертом, который прошел на Центральной площади республики. Своим выступлением зрители порадовали отдельные исполнители и творческие коллективы из разных уголков России. Народные ансамбли, бабки, бабкины внуки, подружка из Волгоградской области, молодушки из Ставропольского края, хореографические коллективы «Агушты», «Елхот» из Ингушетии и многие другие. Галоконцерт проходил в рамках Всероссийского фольклорного фестиваля «Навеки с Россией», приуроченного к столетию Карачаева-Черкесии. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком. Эти фестивали нужны для творческого потенциала. Мы в таких фестивалях участвуем почти каждый год. Дагестан, Ставрополь, Москва, Белгород, Астрахань, я сказала. Дело в том, что вот эти фестивали, они подстегивают творческий расти и дарить радость людям. Такие встречи настолько важны, что объединяют все народы нашей многонациональной и Российской Федерации. Мы так друг друга узнали. Тут 11 регионов всей России, и можно сказать, со всеми мы уже сдружились и обменялись телефонами. Так что они настолько важны, что и в дальнейшем будем участвовать во всех наших таких мероприятиях. МЧС информирует сегодня до конца суток, 2 и 3 августа. Местами в республике ожидается сильный дождь в сочетании с градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды. Но сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град и ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13, днем 27, плюс 32. В горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 29-31 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-9-0-0 Продолжаем выпуск. Чудеса воздушной акробатики, дрессированные животные и единственный в мире аттракцион с бегемотами. Это и множество других невероятно ярких и зрелищных выступлений на Кисловодском манеже, в новом почти трехчасовом шоу заслуженного артиста России Гии Эррадзе и компания Росгосцирк «Песчаная сказка» о премьере и впечатлениях в следующем сюжете. В лучах солнца блестящий роскошный коллектив «Песчаной сказки» с участием титулованных артистов Росгосцирка во главе с мэтром циркового искусства Гии Эрадзе на красной дорожке Кисловодского цирка. Все в предвкушении. Здесь моя звезда. Для меня это огромная честь. На этой аллее звезд, и я думаю, что эта аллея будет пополняться великими артистами цирка. Мне хочется, как и Гии Георгиевич, поблагодарить депутатский корпус Любовь Николаевна Волошина, главу города Куровка Кисловодска Евгения Ивановича Моисеева за продвижение, за поддержку цирковой отрасли. Эмоции не смолкает и после открытия новой звезды на цирковой аллее. Большое спасибо государственной компании Росгосцирк, потому что все наши артисты являются штатными артистами российской государственной цирковой компании, это лично Сергею Георгиевичу Белякову, генеральному директору компании Росгосцирк, за возможность быть сегодня здесь. Два дня, что называется, город все время в волнении, потому что предстоит встреча с красотой. Последний звонок и погружаешься в иное измерение, где с первых минут ты оказываешься в волшебной красочной стране Востока, где все окутано аурой совершенства, грации и красоты, шика, блеска и искрометного юмора. Здесь главному герою спектакля некогда скучать. Неоговорка – это самый настоящий спектакль, в котором все до единого актеры живут, а не играют роль. Я лежу на кровати и думаю, господи, ради этого я работаю в цирке, потому что такой тремор, вот об восхищении то, чем ты занимаешься. И эти люди, которые были в зале, вот они дают это восхищение, они дают желание творить и развиваться. Эквилибр, воздушные гимнасты, жокеи, жонглеры на моноциклах, роскошный балет, клоунада, необыкновенный подход к дрессуре. Артисты Росгусцирка и продюсерского центра Гии Радзе Королевский цирк с каждой минутой удивляют большого и малого зрителя. А еще каждую минуту сюрпризы, главный из которых – полуторатонные африканские бегемоты. Просто на одном дыхании, это какой-то сплошной восторг. Артисты показывают высочайший класс мастерства, профессионализма, невероятные костюмы. Мне очень понравился этот цирк, лучший пока что, какой я видела. Это все создано в России. И все художники, режиссеры, постановщики, балетмистеры, композиторы, артисты – это наши русские артисты. Все лето необыкновенное удовольствие от встречи на манеже в Кисловодске с талантливыми артистами Росгосцирка в роскошном шоу Гии Радзе «Песчаная сказка». 22 года в эфире. Сегодня день рождения отмечает программа «Вести» Крачево-Черкесия. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести Республики». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные и спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском «Вести» работает целая команда операторов, корреспондентов, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Про программу «Вести» Крачево-Черкесия выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале пять национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. Всех коллег поздравляю с праздником! Это все «Вести» прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова